Здоровье окружающей среды и доступность жильям – приоритеты государственной политики. Об этом говорили на заседании Президиума Совета законодателей страны. На повестке дня вопросы государственного экологического мониторинга и ценообразования на рынке жилья в условиях льготной ипотеки. В Президиуме Совета законодатели отмечают, что именно в период реализации постановления правительства России был зафиксирован значительный рост кредитов на ипотеку и рост цен на жилье. По результатам двухчасового обсуждения Советом законодателей был принят ряд решений. Они станут первоочередным планом действий по реализации тех приоритетов, которые заданы в послании президента России. Приговорилось о том, что вот эти программы льготного ипотечного кредитования привели к тому, что увеличилось жилищное строительство в целом по стране. Наверное, это так, с этим трудно спорить, но могу, на примере нашего субъекта, да и коллеги говорили об этом же, увеличилась стоимость одного квадратного метра, а доходы населения не увеличились. И это проблема. И, наверное, основная задача – это соединить интересы банка, который, конечно, хочет получить прибыль, застройщика, который, само собой, разумеется, хочет заработать. Но самое главное – интересы человека, интересы семьи. Потому что основная задача всех этих программ заключается прежде всего в том, чтобы обеспечить жильем население, чтобы обеспечить жильем определенные группы населения. Конечно, проблема есть. Я думаю, она комплексно должна решаться. Будет принята конкретная резолюция решения по данному заседанию совета. И все те предложения, которые прозвучали, они войдут туда. Важно одно. И самое главное – сделать так, чтобы льготное ипотечное кредитование, во-первых, было не краткосрочным, а долгосрочным. А во-вторых, я желаю, чтобы эта программа была доступна.